Всем привет! Это вторая часть об Артеке. Давайте начнём. На этой фотографии изображена надпись «Я люблю Артек». Эта надпись находится не в каждом лагере Артека. По-моему, только в трёх. Это в морском, в лазурном и в хрустальном. Вот. Ну, мне кажется, вы все её знаете, потому что многие дети, когда приезжают из Артека, они привозят с собой фотографии, где изображена такая надпись. На 9 мая мы всем Артекам, ну, по крайней мере, всем лесным лагерям ездили в Севастополь. В Севастополе мы посетили гору Сапун-гора. Кстати, переводится она как «Мыльная гора». На этой горе проходили военные действия. И на Сапун-горе проводилось мероприятие, посвящённое 9 мая. А на этой фотографии изображена военная техника. Здесь вот на самой вершине Сапун-горы проходило это мероприятие. Здесь стоят артековцы, и вроде как это мероприятие организовывали артековцы. И туда приехали не только мы, но и пришли жители города Севастополь. А это мероприятие «Живая классика». Это финал «Живой классики». Там было несколько этапов, как я знаю. И вообще, что такое «Живая классика»? «Живая классика» — это, можно сказать, конкурс чецов. В морском лагере есть такой руль от корабля. И если подойти к нему и загадать желание, и прокрутить полностью его один раз, то тогда желание сбудется. Помните, я в первой части рассказывала про Абсолюта. Так вот, этот сам Абсолют. Те, кто не знает, кто такой Абсолют, посмотрите в первую часть. Помните, я тоже в первой части рассказывала про Сомы. Так вот, это наш где-то четвертый сон, и мы выехали ко дворцу Воронцова. Так он, этот дворец очень красивый, мне он больше всего понравился, потому что экскурсоводы очень хорошо и, ну, очень понятно рассказывали про этот дворец, и было очень интересно. А так выглядит дворец снаружи, но это его только маленькая часть. На самом деле, он очень большой. А также на территории дворца находится вот такой вот огромный. Я его сфотографировала, потому что у нас, например, в Башкортостане нет таких огромных деревьев. Вот просто сравните, вот это вот люди. А это все огромное большое дерево, оно растет по всей улице. А на этих фотографиях изображен дворец уже внутри. Правда, эти фотографии сделаны не очень качественно, я особо не старалась, просто хотела показать, что там вообще есть. Поэтому не судите строго за фотографии. У этого дворца, как почти у всех, есть свой сад. Так вот, в Воронцовском дворце тоже есть сад, и он тоже очень-очень красивый. По территории сада находятся львы, которые охраняют своего хозяина. Около самого дворца Воронцова находятся некие такие дома. И у них есть такие надписи, и тут написаны квартиры дворецкого и воронцовская кухня. То есть в этих квартирах, видимо, жили слуги Воронцовы. Благодаря Артеку мне удалось побывать в доме Чехова. Это сам бюст Чехова. Это мы тоже выехали на СОМ, в этот же, кстати, день. И было, на самом деле, тоже очень интересно. Это мы посетили дом-музей. И там прям всё сохранилось, вся мебель сохранилась от тех времён, когда жил Чехов там. Правда, у меня фотографий от этого дома-музея нет. У меня есть только видео. Видео я вставлять не буду, потому что оно очень длинное. Я его снимала только для родителей. Ну, жалко, что нет фотографий, но там было очень интересно. А это на территории сада Чехова мы нашли такую всю какую-то странную такую улитку. Мы ей дали яблоко. И вот такая она противная. У нас у медиа-отряда проводили медиакампус. И знаете, кто нас этому всему учил? На этой фотографии я с руководительницей из РИА Новости. И она нам провела 4 мастер-класса. Помните, в первой части, в самом начале я показывала Аюдак. Так вот, я на самой вершине. Точнее, это не на самой ещё вершине. Мы были организаторами похода на Аюдак. Вот. И это мы проснулись в 4 часа утра. И побежали на Аюдак. Он всего вроде 500 с чем-то метров. Но преодолеть Аюдак было очень сложно. Но мы это сделали. И на этой фотографии изображён восход. Мы когда уже туда прибежали, солнце только-только восходило. А это уже весь лесной... Но это не весь лесной, маленькая часть лесного собралась. И сейчас покажу, на кого они смотрят. На Абсолюта. Это наш Толик, наш командир. Мы его одели в костюм вообще лешего. Но это у нас был Абсолют. А у подножия Аюдака находится такая ферма. И там были лошадки, вообще и цыпляты, и куряты. Там много кого было. И мне показалось это очень мило. Также мы ездили на Сон в ботанический сад. И вот это его основатель. Христин Стеван. Там тоже были экскурсоводы. И они нам провели маленькую экскурсию по малой части ботанического сада. А на этой фотографии изображена Флора. Там есть такая статуэтка. Там растут очень разные растения. Там есть и бамбрук, и кедр. И вообще там очень разные растения из разных стран, из разных городов. Нам даже предлагали купить за 50 рублей маленький пакетик с семенами пальмы. Мы думали, зачем нам вообще они нужны. Но у нас многие, кто купили эти семена. Но я подумала, они мне не нужны. Где я тут в Уфе буду растить пальмы? Тем более они вырастают до 10 метров и более. И вот последняя моя фотография, которую я вам покажу. Здесь я с этой популярной надписью «Я люблю Артек». Эта надпись находится в лагере морском. Вот. Ну и пора заканчивать. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вы не посмотрели еще первую часть, там тоже очень интересно. Там даже интереснее, чем во второй части. И всем пока.